здравствуйте уважаемые читатели и гости сайта заметки электрика сегодня я хочу записать видео про установку подрозетников ну или как еще называют монтажных коробок в гипсокартонную стену данное видео больше наверное будет интересно начинающим электриком студентам ну и также домашний мастера полная выполняет монтаж электропроводки своей квартире дом установка подрозетников гипсокартон это один из основных этапов при монтаже розеток и включателей переключателей диммеров и прочих электроустановочных изделий ну чтобы было более наглядно вот у меня как раз вот здесь вот есть такая вот перегородка из гипсокартон и на этой перегородочки необходимо установить блок подрозетников в общем будет здесь будет установлена тумба высотой 45 до 50 примерно сантиметров и над тумбой надо установить блок розеток для светильника для зарядки телефона ну или в общем для прочих нужных я говорил подрозетник для гипсокартонной стены чем он отличается от обычного подрозетника для бетонной стены это тем что у него имеются две такие вот крепежные лапки лапки могут быть как пластиковые так и металлические разницы в принципе никакой ну я предпочитаю устанавливать пластиковые чтоб лапки были пластиковые и большей площадью чтобы не продавить при закручивании не продавить лист гипсокартона ну я предпочитаю устанавливать подрозетники хегель вот это к у 1201 вполне себя нормально зарекомендовать сейчас я покажу то есть последовательные этапы работ при выполнении которых позволит вам установить подрозетник или блок подрозетников в гипсокартонную стену самостоятельно итак поехали а внизу будет установлена тумба тумба имеет высоту до 50 около 50 сантиметров поэтому блок будет устанавливаться на высоте 62 сантиметра от уровня пола с помощью своего лазерного уровня а пользуюсь я лазер ld sl01 ну вот он у меня находится два луча него это самовыравнивающийся уровень очень нравится мне вот эта отметка от от пола до горизонтального уровня то есть но отметка 63 сантиметра от уровня пола еще мне есть моем комплекте инструментов еще запасной уровень лазерный это black decker компания уровень r310 американская компания хороший обычный как бы простой и надежный уровень правда у него имеется всего лишь один луч но зато его можно установить на специальной подставке или так или так как вам удобно правда уровень придется выставлять в ручном режиме по пузырьков ему по пузырькам ну а на нем напишу как-нибудь отдельную статью или сниму видео вот как были не уже прочертили принципе уровень нам больше стал не нужен разделил ширину стенки на две одинаковые части рассчитал расстояние до первого центра подрозетника ну чтобы симметрично было и вот отметил вертикальную линию это у нас будет центр для первого подрозетника затем отмечаем расстояние межосевое или межцентровое расстояние до следующего подрозетника до второго и до третьего межцентровое расстояния составляет 71 миллиметра 71 отмечаем здесь и потом еще откладываем 71 и отмечаем центр уже третьего в общем вот отложил еще два отрезка нашел второй центр второго подрозетника и третьего то есть центра у нас мы определили чтобы сделать отверстие гипсокартона стене необходимо иметь специальную коронку лично я для этих целей использую металлическую кольцевую пилу или фрезу кто как называть в комплект она шла в комплекте вместе с держателем и еще двумя насадками на 70 и на 60 у данного держателя имеется центрирующий сверло правда немного великовато чуть бы поменьше уводит иногда также у меня имеется коронка на 68 миллиметров тоже центрирующим сверлом сверло здесь потоньше диаметром ну пользуюсь и тем и тем как бы одинаково по гипсокартоном сверлиться достаточно легко поэтому вставляю фрезу шуруповерт кстати используем макитовский шуруповерт с 18 вольтовым аккумулятором очень нравится мне марка 453 бдф 453 ну за сколько за два года активной эксплуатации убил только один аккумулятор сейчас туда заказал в комплекте идет два что очень хорошо один до заказал пока пользуюсь выставляя обычно первую скорость для начального сверли говорил что сверло большеватый диаметр лучше бы было бы поменьше как много то убираем второе через специальное отверстие убираем так отверстие готовы берем три подрозетника соединяем их в единый блок то есть убираем вот с этой стороны имеются заглушки вот с одной стороны и заглушка и другой это для специального соединителя такие вот соединители есть они продаются в комплекте к этим же подрозетника вот сюда убираем с этой стороны заглушку заглушку убрал у среднего надо убрать две заглушки здесь убрал две и у последнего тоже с одной стороны заглушки убрал теперь берем соединитель это специальный соединитель или туннель и соединяем все наши три подрозетника с помощью этих соединителей туннелей между собой то есть вставляем соединитель в посадочное отверстие подрозетника обратите внимание что вот про подрозетники для соединителя выполнен ступенькой аналогично и на самом соединителе имеется такая же ступенька то есть вы не поставите наоборот не так поставить именно так как чем его берем соединитель все соединитель установлен берем вторую коробочку берем второй подрозетник соединили готова берем второй соединитель вставляем подрозетник и соединяем с третьим нашим подрозетником все блок из трех подрозетников готов раз мы установили соединители то вот эти перегородки будут нам мешать то есть у нас блок не залезет поэтому берем ножовочку и срезаем вот эти вот перегородки есть достаточно убрал заглушку для ввода кабель кабель для вот этого блока розеток будет заходить в первый подрозетник дальше уже с помощью перемычек соединяться с другими розетками это отдельная тема для видео этому еще я сниму видео расскажу как правильно производить шлейф розеток то есть как при этом должен расключаться пе проводник как должны как можно расключить фазу и 0 хотел бы сказать что у коробок hegel 1201 вот есть одна не очень удобная особенность но по крайней мере она мне не нравится вот эти крепежные лапки они выбирают относительно габаритов подрозетника а у подрозетников hegel 12 у них вот с металлическими ушками у них ушка не мешает она не выпирает за габариты подрозетника и их уже в принципе вот можно ставить то есть сразу весь блок можно ставить потом спокойно закручивать уже крепежные винты у этих же пластиковыми большими лапками такой номер не пройдет немножко сложнее установки блок утопил нижний ряд ушек вот так поочередно каждое ушко гибаем и вставляем весь блок вот готово одеваем биту и закручиваем вот эти крепежные винты или саморезы вот то есть накажем по два при закручивании лапки пластиковые лапки будут притягиваться с обратной стороны листа гипсокартона и прижимать фиксирует подрозетник в отверстии ну можно и крутите отверткой принципе долго придется крутить сколько на прокрутить только сейчас вот лапка подошла поэтому все на этом все установка блока подрозетников завершена после этого наступает этап отделочных работ и уже после этого в этот блок подрозетников будут вставляться электроустановочные изделия розетки выключатели переключатели диммер и в общем все что все что вы запланировали после установки можно проверить еще раз уровень а в этой комнате уже выполнили отделку вот цветочный блок блок для телевизора антенна это здесь будет компьютерный стол розетки над компьютерным столом розетки для компьютера это интернет кабель еще одна комната после отделки вот как то так